Видео сделано при поддержке сайта igao-mobile.ru, где вы найдете новости, гайды, обзоры на персонажей мобильной версии Mortal Kombat X и Injustice. А также подписывайтесь на группы ВКонтакте Mortal Kombat X Mobile и Injustice Mobile. Ссылки в описании. Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Mortal Kombat X Mobile, и сегодня я вам покажу режим заданий. И да, обновление уже вышло давно, режим заданий тоже давно добавили, но все же я хочу рассказать свой подход к данному режиму. Итак, у меня опасная парочка. Вот здесь завершено, давайте получим награды, а также славу. 30% славы, 535 золота и 20 душ с помощью гора Бешенства Тигра. А также я вот получил снаряжение, и все на этом, да? Ладно, у нас есть еще вот эта башня, здесь тоже находочка. Итак, с помощью Сектора я получаю Племя Воинов, уштек, далее 35 душ, довольно-таки нехило. Племя Воинов, конечно, мне нафиг не надо. Итак, смотрите, как я отношусь к данному режиму. Я в основном выбираю самые сложные задания, и после того, как у нас шкала славы пополняется, то есть до 100%, открываются новые задания, новые башни и прочее. Что ж, давайте найдем мне башню посложнее. Здесь в основном средние сложности, низкая, 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 средняя, очень высокая. Давайте вот сюда как раз отправим. Значит, у нас гора дает 30% бонуса. Персонажи, имеющие оружие, получают бонус к заданиям. Отлично. Можно, кстати, вот ее отправить на 100%. Вот если мы, допустим, гора возьмем, тоже на 100% все. Странно. Ну ладно, давайте отправим все-таки нашу Татьяну. Есть такая фигня получить зелье. И как вы видите, у меня глюк бесплатно. Сейчас я вам покажу, что это нифига не бесплатно. Вот я нажимаю «Да». Видели, у меня отбавились души примерно 10. Но когда вы приобретаете вот это зелье, шанс того, что вам выпадет какая-то более крутая награда, становится выше. Но я, честно говоря, думал сначала, что-то у меня души куда-то пропадают. Я как бы очень много заданий выполняю, а души у меня куда-то деваются. Оказывается, все дело в том, что нифига не бесплатно это зелье нам дается. Так, смотрим еще, что у нас здесь есть. Здесь в основном средние сложности, высокая сложность вот есть. А есть что-нибудь еще посерьезнее? Где-то есть экстремальное. Вот на экстремальную я как раз, по-моему, отправлял сектора. Да. Он у нас шанс на успех дает стопроцентный. Зелье я в этот раз получать не буду. Начать задание. Отлично. И еще можно здесь вот, я думаю... Нет, здесь не буду. Все-таки, наверное, здесь надо выбрать высокую, которая была... Не здесь, что ли? Вот здесь, да? Да, высокую возьмем. Итак, Девора получает бонус за задание. Сейчас мы найдем Деворочку нашу. Слава богу, что есть какие-то подсказки. То есть, допустим, бонус плюс 30%. И так... Можно, конечно, кому-нибудь другого взять. Вот седьмого слияния можно кого угодно брать и сразу же выполнение будет. Ну вот, давайте сделаем так. Отправить. Отлично. Каждое задание, в зависимости от сложности, будет какое-то время идти. Вот, допустим, находка задания 12. 24 часа будет выполняться. Другое же задание 10. 24 часа и еще там одно задание тоже сколько-то по времени. Итак, скоро у нас начнется охота за реликвиями. Сейчас я перейду в свой профиль и в коллекцию и покажу вам своих персонажей. Конечно, я сейчас практически в игру не играю. Не знаю, как-то она мне не очень заходит в последнее время. Но думаю, что еще будут видосы по ней. Есть слухи, что разработчики из NetherRealm Studio готовят Mortal Kombat 11. Вот это будет интересно. Возможно, после официального релиза или до выйдет мобильная версия. Конечно же, я постараюсь проследить этот момент и обязательно сделать на нее видео одним из первых. Ну что ж, давайте мы отправимся в Войны Фракции и кем-нибудь поборемся. А поборемся, наверное, новыми персонажами, которых добавили. Вот возьмем Джеки Брикс, возьмем Кейси Кэйдж. Пусть они даже у нас никак не сочетаются в пассивках, я думаю. Но давайте посмотрим. Коллекционер у нас у Джеки Брикс. Джеки может превращаться в разных ниндзи. Каждый из них дает уникальный боевой эффект и очень большие бонусы против определенных персонажей. Not bad. Можно, конечно же, ее тут прокачать нехило и посмотреть на ее приемчики. Ну ладно. Она у меня пока четвертого левака, можно поднять ее уровень, но я пока этого делать не буду. Так. Панк Кейси Кэйдж. Что она из себя представляет? Яйца в смятку. Каждый раз, когда Кейси вступает в бой, она отнимает по одному делению шкалы силы у всех членов вражеской команды, а также замедляет текущего противника. Там есть продолжение. Персонажа серебряного ранга получает плюс 15 к здоровью и атаке. Ну вот, как вариант, кстати, можно взять какого-нибудь персонажа серебряного ранга. Например, ее ботяню. Где тут он у нас? Не линквей мне нужен. Возьмем батька. Отлично. Что ж, ринемся в бой, посмотрим. Обычную схватку возьмем. И так. Not bad. Конечно, я должен был еще видео и на Джеки Брикс сделать, и на Панка Кейси Кейдж, но руки, честно говоря, не доходят. Итак, мы что, нуб сейбот? Давай вот этого рептилия. Прикольно. Я в таком классическом виде, блин, я уже сто лет не рубился в мордуху и, честно говоря, отвык. Нет, ты меня просто так не завалишь, мужичара. Вау. Что-то она не кислотой даже кинула. Во, давай-давай-давай-давай-давай, подруга. Слабенькая ты у меня. Совсем. Давайте-ка Джонни выберем. Джонни сейчас точно яйца в смятку превратит сопернику. Так. Че ты тут меня? Так, Кейси. Опа. Нормальные яйца в смятку. Короче, мы замедлили соперника, что очень хорошо. Да, у Джеки, кстати, вообще не прокачано ничего. Давай первую атаку посмотрим. Скорее всего, она точно такая же, как у обычной Кейси Кейдж. Воу-воу-воу-воу. Станцуем, да? Ну, давай. Давай-давай, подруга. Слабо-слабо, конечно, ты его совсем. Отлично. Надо, короче, батяню вызывать и валить. Одного за другим. Ох, черт, вот и я не успел блок поставить. Че-то он совсем меня не хотел бить. Отлично. Сейчас наши девочки тоже немножко прокачаются, и можно в следующих уже битвах их задействовать. Так, not bad. Отлично. У нас тут Кенши. Джеки Брикс. Давайте прокачаем ей первую спецатаку. Кто до сих пор еще рубится в Mortal Kombat X, отпишите в комментариях. По-прежнему рекомендую вам подписаться на два основных паблика по Мартухе, по Инджестису. Ссылки вы найдете в описании. А также перейти на сайт Egal Mobile. Там вы тоже найдете много всего интересного. Ну а я пока тут наших девочек немного прокачаю. На сайте egalmobile.ru есть различные гайды на тех или иных персонажей, как Mortal Kombat X, так и Injustice 2 Mobile. Так, все, мы в принципе их неплохо прокачали. Можно, конечно, им еще применить какое-нибудь крутое снаряжение, но я пока этого делать не буду. Этим я займусь уже в отдельных видео, которые посвящу данным красоткам. Итак, сейчас мы в кого-нибудь тоже превратимся. Давай Саб-Зиро. Плюс 50 к критическому урону там написали. Как насчет критического урона, дорогая? Вау, как она может? Блин, реально она исполняет чужие спецатаки. Так, подержимся. Во-во-во-во-во-во-во. Снежочек, снежочек. Прикольно. Знаете, она классная, мне нравится. Такая разносоронняя баба. Так. Можно сказать, что она превратилась в Фроста. Не-не-не, у тебя ничего не получится, Скорпия. Давайте посмотрим на вторую спецатаку. Спецатаку. Ты у нас снова немножко подморозился, чувак. Так. Во, давай глянем на вторую спецатаку. Зачетно вообще. Ой, сейчас он меня убьет. Эээ, что это? Чуть-то она все яйца ему в смятку точно превратила. Давай Джонни. Джонни Пидант. Так. Опа. Не успел. Снежочки, снежочки пошли. Вау. Это было зря. Но все равно Джонни выхватил удачу и завалил. Итак, отлично. Отпишите также в комментариях какие-то свои наблюдения по режиму задания. Потому что у многих такой глюк, как у меня. То есть бесплатно написано, а на самом деле тратятся души на зелье. Итак, файт. А это кто? Скорпион. А там еще был другой желтый. Это кто? Сайрекс что ли какой-нибудь? Так, not bad. На, на. Вау. Прикольно, прикольно. То есть реально у нее больше всех приемов, чем у всех остальных персонажей. Вау. А это по-моему от сектора что-то. Не, не, Джонни. Ты нифига меня не заденешь ничем. Так, давайте-ка мы поменяем. Оп, по ячкам. А также она у нас истощает энергию нашего противника. И это очень круто. И замедляет его. Он прям такой медленный становится. Упс, Кеншик пришел. Не, Кенши, я тебя вообще не ждала ни разу. Мне интересно сейчас посмотреть на вторую спецатаку у Джеки Брикс. Какая она будет. Потому что они у нее сразу меняются. В зависимости от того, кого мы выбрали. Нет. Козел, Джонни, педант, блин, ты фига. Ты мне не дал вторую спецатаку сделать. Так, давай другого Джонника выберем. Сделаем вот так вот. Красиво. Тебе тоже надо было сделать так, но не получилось. Нет, давай-ка ты у нас не будешь истощать энергию. Истощим мы тебе ее. Ага. Давай, давай, давай. Красиво. Замечательно. Завалили. Блин, мне нравится Джеки Брикс в этом скине. Мы подняли левачок нашим персонажам. Получили 15 рубинов. Рубины я почти ни на что не трачу. Здесь у нас изменений особо нету. Есть шар на цепи Молоха. Это новое, кстати, оружие. Я его раньше не видел. Давно не рубился, реально. Игра поднаскучила. Так же, как, в принципе, Injustice 2. Я в Injustice захожу. Во второй, в основном, прохожу, значит, задание рейда. То есть бьюсь с каким-нибудь боссом. Помогаю своему союзу. А так же я прохожу испытания. Где можно получать фрагменты персонажей. Эрмак. Not bad. Только я почему-то горю, блин. Все из-за вас, говняки. Здесь тоже есть Джеки Брикс, кстати. Так. Так, держимся. Опа, тихо-тихо. Блин. На тебе, ну на. Сейчас я тебе покажу, как со мной связываться. Так, давай, Джонни. Отлично. Пейджо Кейдж. Да, Джонни у меня тот самый мощный получается. Давай, давай, вынеси его. Отлично. Теперь можно Кейси Кейдж вытащить. Истощили мы селеночку. А теперь поехали. Ну что ты ей там делаешь, дорогуша? О! Маманя против дочки! Да ты че меня тут своими атаками атакуешь? Атаками атакуешь, блин. Какая-то она медленная и худая. Дрещавая. У нее, по-моему, там кости вон прям видны. Так, давай, первую спецатаку. Нотбэт. А теперь от меня две спецатаки. Кстати, как вы видите, у меня энергия не уменьшилась. Ты че? Это благодаря, скорее всего, Джеки Брикс, которая уже погибла. То есть она награждает броней в самом конце, когда заканчиваются жизни у соперника. Но могу ошибаться. Что ж, давайте зайдем в магазинчик, посмотрим, что у нас здесь изменилось. Бабла у меня очень много. Я его не трачу, потому что не знаю, на что потратить. Хотя можно вот на набор и снаряжение. Может быть, здесь что-то дельное попадет. Но у меня большинство уже снаряжения прокачано до десятого слияния. И, как вы видите, даже маска Джейсона уже прокачана. Ну, давайте еще разочек откроем. Посмотрим, что здесь может выпасть. Можно, конечно же, все вот эти семь миллионов потратить мне сейчас. Может быть, что-то дельное я получу отсюда. Так, ну давайте набор союза еще откроем. Может быть, здесь что-то интересное начало выпадать. В чем я сомневаюсь. Улучшение бронзовое. Вот куда мне их девать? Реально их дофигища. Вот поддержку давайте зайдем. Или надо в коллекцию зайти в своем. И здесь у нас есть вот улучшение. Понятно, новый уровень. Это очень полезно. Но вот нафига мне столько вот серебряных? Нафига мне столько? Вот почему их нельзя продать, а? Вот где кнопка продать? Мне их реально некуда девать. Вот бронзовых только сколько вы видите. Жизнь же вообще полная. Так, давайте какое-нибудь задание выполним. Что-то мне не очень нравится. То, что у меня 149 душ. Я бы мог открыть какой-нибудь набор. Но нужно, к сожалению, пройти несколько матчей в испытаниях, режиме битвы и так далее. Ну что ж, вот мы посмотрели на новый режим заданий в данной игре. Неплохой, это классная пассивная такая возможность. Вы отправляете туда своих солдат, допустим, если я не играю в игру. Отправил солдат, там через день зашел, забрал награды, либо через несколько часов. И получил, к примеру, души те же. Очень хороший способ набирать пассивно души. Ну что ж, а на этом все. С вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok